Отношения с женатым мужчиной. Он наверняка вам рассказывает какие-то удивительные истории, говоря о том, что мы обязательно скоро будем вместе, еще чуть-чуть, еще немного, а вот скоро я брошу жену, а там нужно какие-то моменты уладить финансовые, а там с недвижимостью, а там еще ради детей я живу, и мы вообще не спим вместе, да и вообще у нас отдельные холодильники. И, конечно же, каждая ваша встреча, она для вас становится запоминающейся, вы в состоянии кайфа пребываете, и когда мужчина уезжает, безусловно, вам хочется верить в то, что когда закрывается входная дверь, и вы остаетесь на своей территории, а он по другую сторону, квартиры там, либо гостиничного номера, вам хочется верить в то, что он сейчас сидит в машине, и вместе с капельками воды, которая истекает по запотевшему окошку, текут его слезы по небритой брутальной щеке. Я могу вам сказать, что это чушь, которую вы себе придумали. Когда мужчина выходит от своей любовницы, первым делом он что делает, как вы думаете? Заметает следы своего, блин, нахождения с вами и вашего присутствия в его жизни. Если говорить прямо, он оттирается от вас, он это делает влажной салфеткой, он 300 раз подойдет к зеркалу и посмотрит, не осталось ли у него где-то помады, пудры, он понюхает свою одежду, чтобы от него не пахло вами. То есть вы на момент расставания с ним для него становитесь опасным насекомым, которое могло оставить следы на нем, и эти следы может учуять его женщин. Он оттирается, отмывается, делает все возможное, чтобы никаким образом, приехав домой, жена не заподозрила, что он был где-то. Более того, он включает неимоверно крутого романтика для того, чтобы пустить туман в глаза своей женщине, жене. По дорожке может заехать за цветочками, позвонить ей, спросить, как прошел ее день, побыть с ней в душевном разговоре. А вы все это время думаете о чем? О том, что он сейчас едет и грустит. Конечно, когда он приедет домой, сожрет ужин, который приготовила ему жена, сделает вид, что у него не сварение желудка, ему нужно срочно побежать в туалет. Он сядет на унитаз, и как показывает статистика опроса среди мужчин, у которых есть любовницы, откуда чаще всего отправляется смс любовницы? С унитаза. Он садится на унитаз, вот этот ваш горшочный герой, и пишет вам, люблю тебя, скучаю по тебе, с нетерпением жду нашей встречи, думаю о тебе, ты моя любовь. В это время он, возможно, испражняется, а может быть делает вид, но вы должны знать это, что он пишет вам с горшка. Потом он выходит из чувства выполненного долга, откладывает телефон в сторону, не боясь, что вы что? Позвоните. Хотите, эксперимент проведем? В какое приблизительно время вы понимаете, что любовнику лучше не писать и не звонить? Ну, потому что там жена рядом. В этот самый момент, ну, допустим, в 21.00 вы получаете последнюю смс-ку, а вот уже в 21.10 или в 21.05 вы уже не можете ему писать. Отправьте ему в 21.30 в какой-нибудь мессенджер 30-секундное видео. Оденьтесь, либо разденьтесь по откровению, поставьте селф-камеру и так с прищуром, таким, волосы так сделайте, скажи, твоя сладострастная кошечка ждет тебя, мой разъяренный тигр. И начинайте ему отправлять такие короткие видосики. И посмотрите на его реакцию. Через несколько минут у него выключится телефон, Либо этот гусь придумает причину, что ему срочно нужно выбежать куда-то за сигаретами И в попыхах будет вам написывать и названивать Ты что, больная делаешь? Зачем ты? Ты же меня подставляешь. Ну, я же хочу, чтобы дома все миром разрешилось, чтобы мы развелись без разных конфликтов. Ну, потерпи еще немного. И вы продолжаете в это верить. И вы продолжаете думать о том, что вас действительно любят. Возможно, кого-то из вас я сейчас разочарую, Но о том, что ваш любовник никогда не будет с вами, Это решение он принял еще в первой неделе знакомства с вами. И вы должны понимать, у него все хорошо, а вот у вас плохо. И вот с такими девушками, как вы и женщинами, я работаю каждый день. Поэтому, если вы хотите выйти вот из этого треугольника любовного И перестать верить в чушь, которую вам мужик рассказывает, любовник ваш, Завтра, послезавтра, послезавтра мы с женой не спим, Да, конечно, не спим. Все, он там спит. Так отрабатывает, что мама дорогая. Вот если вы не хотите быть в таких отношениях, А построить нормальный союз, Быть счастливой, Не переживать за то, что там у мужика вашего есть еще какая-то женщина, Я поэтому и приглашаю вас прослушать мои бесплатные вебинары. Не один вебинар, а все прослушать. Даже если тема не подходит вам, прослушайте их. Еще раз напоминаю, ссылка находится под этим видео. Переходите по ней и присоединяйтесь. Я очень верю, что это видео было полезным. До скорых встреч и пока-пока.